«Мы – единое целое» – так назывался отчетный концерт творческих коллективов Дворца культуры имени Юрия Гагарина и его филиалов. Праздничная выставка в фойе Дворца стала отчетом о работе студии декоративно-прикладного творчества. В нашем филиале ЦНХТТ «Наследие» работает клуб ветеранов, друзья, товарищи, уже 10 лет. В этом клубе занимаются женщины рукоделием. У нас очень много видов разного рукоделия – и бисероплетение, вышивка лентами, шьем интерьерную игрушку. А самое главное – это клуб общения, потому что люди уже в возрасте и хочется пообщаться. Вот они собрались, когда первый год, из разных уголков нашего города и даже пригорода – Скоропусковский, Загорский дали, и стали очень тесно общаться, дружить. Все творческие коллективы и многочисленные объединения Дворца культуры и четырех его филиалов приняли участие в отчетном концерте. Главная сцена Дворца стала в этот вечер местом встречи Сергиево-Пасадских талантов. Главная сцена Дворца Художественный руководитель Дворца культуры имени Юрия Гагарина Александр Ламейко поздравил всех с окончанием творческого сезона. Сегодня такой волнительный момент в плане того, что это первый раз за некоторые годы мы делаем субботный отчетный концерт. Сегодня на сцене будет представлено более 25 номеров нашего большого учреждения. И это только по одному номеру от каждого коллектива. Поэтому вы можете представить, сколько коллективов у нас во Дворце. Их более 70. И это очень радует, что мы растем, мы не стоим на месте, а мы развиваемся. И с каждым годом нас становится больше. Благодарственными письмами были отмечены руководители творческих коллективов. Залтыкова Елена Владимировна, руководитель кружка вокально-инструментальный аксамбль филиала Дворца культуры имени Юрия Алексеевича Гагарина. Детский дом творческого родственников. В независимости от того, стоят они на этой сцене или сидят сегодня сейчас в зале, или готовятся со своими коллективами к выступлению, они лучшие. И это те руководители, которых нужно еще поискать. Не только в нашем районе, а во всей области. Чем запомнился уходящий сезон и каковы планы на предстоящие, рассказали нам руководители известных коллективов. Год был, как всегда, насыщенный. Множество выступлений, поездок. Наша главная задача сейчас подготовка к подтверждению звания народного образцового коллектива «Росинка». И все силы сейчас брошены на это. И пошив костюмов, подбор материалов, разводка номеров. Сегодня у нас большой праздник. У нас сегодня отчетный концерт коллектива Дворца культуры. Все в праздничном настроении, все друг друга поддерживают. И я всех поздравляю с этим праздником. Я просто еще поделюсь своим планами. Следующий год у нас отмечен, будет отмечаться как 75 лет со дня победы. И мы хотели бы вот в планах, чтобы коллективом, и может быть даже вот у нас во Дворце есть еще такая, как сводный хор, единица такая. Да, вот мы как раз вот сегодня готовимся к выступлению. И вот хочется, что такое масштабное сделать. Ну и, конечно же, со своим коллективом, чтобы он был еще коллектив в авангарде. У нас народный коллектив. А народный коллектив предполагает, что у нас есть и ансамбли, и дуэты, и трио. И в этом году мы пришли с большим коллективом маленьких певиц. Первый раз мы набрали большой коллектив начинающих певиц. Это фольклорный коллектив «Пташки», в котором поют лучшие девчонки маленькие нашего района. И мы приглашаем в следующем году, у нас будет Добор, мы будем набирать еще одну группу начинающих. И я еще хочу пригласить тех, кто, может быть, уже дома поет и мешает спокойно жить мамам, папам, бабушкам, а у нас он будет, и дедушкам, видите, говорят, а у нас он будет артистом. И будет приносить людям радость. Приводите свои таланты маленькие и будете петь с нами. Мне в мотаречку пресать мама не берела, она моя родимая, в ботиночки жалела. Елена Георгиева, Сергей Кошайкин. День города.